В фанатском секторе Дмитрий Полянский оказался единственным болельщиком ЦСКА. Сидеть в тишине и не думал. Поддерживал любимую команду. Там был такой промежуток тишины, когда хозяева пробивали штрафные. И такой промежуток секунд на 10-15 можно было зарядить. Ну вот я как раз там выдал ЦСКА. И да, где-то я, на удивление, полстадиона аж прям встал с аплодисментом. Я такой первый раз видел. Ну, конечно, первый раз я был один на секторе. Но тут все сложилось. Все первый раз, первый раз. У Дмитрия был тройник. Он посетил футбольный матч Лиги чемпионов Рома ЦСКА. Затем два баскетбольных матча любимой команды с Гран-Канарией и Миланом. Вот только на первых двух играх Дмитрий был в компании единомышленников. В игре с Гран-Канарией было около 10 болельщиков, которые заряжали зал. Они перекрикивали местных фанатов. Дмитрий дважды срывал горло. Фанаты были от них в восторге. После матча предлагали обменяться шарфами. Вот только Дмитрий не согласился. Они подходили, просили меняться. Я не меняюсь. Ну, это подарок у меня свой личный, поэтому я как бы не меняю. Ну, это зачем? Ну, им это нужно. Мне это зачем? Я как-то раньше магнит собирал. Сейчас мне уже... Я собираю выезда. Ощущения. Больше мне как бы ничего не нужно. Дмитрий выезжает на матчи любимой команды с 2000 года. Исколесить полмира не получилось. Да и не везде играет ЦСКА. Однако во многих странах побывать все-таки удалось. Всегда обращают внимание на акции, скидки и дешевые отели. Не надо бояться выезжать. Потому что многих вот это, что там дорого, там не дорого. Там те же самые цены, что и здесь. И даже вот я был на Гран-Канарии, на Теннерейте. Там дешевле покушать, чем в Рязани. Но цены дешевле. И все свежее. И океан. И не надо бояться, что языковой барьер. Я язык не знаю вообще. Я знаю там 2-3 слов. Там условно 10 слов по-английски все хватает. Ну, есть гугл-переводчик, есть интернет. Все. Сейчас все интернет. Достаточно нажать кнопку, тебе сюда. Не надо бояться. Конечно, Дмитрий болеет и за рязанской команды. Баскетбольный клуб, который опустился на лигу ниже. Футбольный клуб, который тоже показывает свою игру. Да и здесь, в Рязани, совершенно другой уровень. Просто зал. А там сооружение. Спортивное сооружение. Ну, условно, как Колизей строился для проведения спортивных мероприятий, так и здесь. У нас, по большому счету, Ледово дворец, соответственно, да. Стадион Спартак частично. Стадион ЦСКА частично. Потому что, ну, как бы, строился в 79-м году, в Олимпиаде. Ну, нет, ну, тут несравнимо. Через две недели Дмитрий Полянский поедет в Сюрик на вынесенный хоккейный матч между Динамо Рига и ЦСКА. Такое, по словам болельщика, бывает раз в жизни. Как и баскетбольный матч Гран-Коноре. И как заряд энергии, который даже один болельщик может подарить целой команде. Валерий Седов, Сергей Данилин. Телекомпания. Город.